Все просили замер, громко топали ногами. В общем, что я наколхозил, показываю. Вот это усилок, он подключен к вот этой плите. Плита Havker PowerSafe. PowerSafe 12V-155FS называется модель. Это у нас амперметр, он меряет пик амперов, сколько отдает, то есть силу тока. Это напряжение меряет, сколько тока отдаст. У нас усилок. Здесь, что я наколхозил, здесь я взял вольфрамовую спираль. Все, она уже остыла. Когда первый раз включил, с нее дым пошел, масло обгорало. Вот это одна штучка у меня по замерам. Вот одна спиралька, они вот здесь вот связаны по центру. То есть, вот это целиком 8 Ом у меня по замерам. То есть, 8, 8, 8, 8. Все в параллель, все в параллель. Получается 2, по замерам, по крайней мере. То, что по замеру здесь получается в итоге, сейчас вы увидите прекрасно сами. Да, сопротивление. Вот это сопротивление, но при нагреве немножко ток больше. Сила остается, по-моему. Сила тока остается на месте. А вот напряжение растет. Так, здесь максимально оставлю. А здесь зажму потом. Потому что здесь постоянно идет ток и все. На головном устройстве включен синус. 50 Гц. Делаю громкость 40. И потом отжимаю паузу. Сейчас вот ток не идет. То есть, сейчас на паузе стоит громкость на 40, но пауза стоит. Поэтому ток еще не идет. Сейчас нажимаю паузу. И тут буду фиксировать максимальный ток. Погнали. Пошла жара. 40. 41. 41,8. 41,9. Фиксирую, нажимаю паузу. Все. Зафиксировал. 14 ампер. 41, почти 42 вольта. Вот умножайте. Сколько это мощи? Это больше 500 ватт. А теперь считайте, нагрузка какая была. Сколько сопротивления. Но это резистивная нагрузка. То есть, сопротивление постоянно. Оно не растет. Здесь ток в конце чуть-чуть поднялся. То есть, получается, у него даже сопротивление падает, я так понял, при нагреве. Он сейчас имеет температуру... Ну, градусов... Все, уже остыл. Градусов 40 до 50 где-то. В ваттах... Ну, 14 умножить на 42. 420. 500 с лишним, короче. Телефон-то занят. Телефон-то занят. 400 с лишним ватт. О, 500 с лишним ватт. Причем, смотри. Сейчас покажу. Ёкарный бобай. Вот так при замере бумажка упадет и хана загоримся. Сейчас покажу. Показываю. Заявка у него в 2 Ома 500 Ватт. Но у него сейчас 42 на 14 раздели. Почти 3 Ома. Такое дешевое, не очень, как бы, вещь. И столько отдаёт. Вот. В 4 Ома 300 Ватт. Он с лихвой отдаст. Единственное, что при коммутации в 2 Ома и в 4 Ома, там будет реактивная нагрузка. Соответственно, будет импеданс расти. И отдача будет меньше. Ну, на краткосрочную дистанцию, как бы, отдаёт нехило, я так считаю. Нормально очень даже. По заявке. 14.0.41.9. Я считаю, это очень круто, ребята. Это очень круто. За 3,5 тысячи в розницу. Это очень круто. Но дело в том, что, ребят, я вам что хочу сказать. Конкурентов-то нет. Насколько он будет стабильно работать при таких нагрузках, вот в чём вопрос. Это никто не тестировал. То есть, неизвестно, как этот Китай себя покажет. А так-то да, цена офигенная. Мало того, что он столько-только отдаёт. У него в комплекте идёт регулятор. Регулятор. Можно наваливать прям с салона. Не надо лезть в багажник, крутить там гейн. Это ещё не всё. Это ещё не всё. У него идёт высокоуровневый вход. То есть, можно со стандартной башки запитываться. Я не знаю вообще. Если он ещё и стабильно работает в 2 Ома, то это вообще огонь машина. Можно любой динамик до 6 тысяч раскачать ему вообще легко. Если он так работает. Берёшь 4, плюс 4 САП, подключаешь в 2 Ома и погнал качать. Я считаю, очень даже круто. Ну что, теперь надо... Я не знаю, как мне быть. Хреново то, что... Не совпадает немножко. То есть, не точное сопротивление. Были бы заводские сопротивления, был бы точный прям замер. В 2 Ома он ещё больше отдаст. Я думаю, он ватт 600 отдаст где-то. Что, осталось намотать нормально спирали. Они ни хрена не греются, короче, пацаны. Ну, грубо говоря, за 5-10 секунд они вообще не нагреваются. Относительно первого запуска. Первый запуск с них дым пошёл просто. Потом 10 секунд держишь вообще нормально. Не это самое. Вот она лежит на фанере. Фанера нигде не обугленная. То есть, температуры даже 100 градусов здесь нет. Градусов, может, до 70 нагреваются. Видно было? Вот. Чистая фанера. 4 спирали по 8 Ом. 2 Ома напрруга. Но, ну, сопротивление, но растёт до 3-х почти. Не знаю, почему так получилось. Наверное, я неправильно рассчитал. Я по одной мерил. То есть, я... У меня был вот этот кусочек, вот один, 4 Ома. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук я намотал по 4 Ома. И думал так вот мерить. А потом думаю, слушай, наверное, короткие будут. Он сейчас только даст. Они нахрен загорятся у меня. Надо длиннее чуть-чуть сделать. А пацаны вообще мне сказали, говорят, мотай 16 Ом, чтобы была нагрузка. Тогда будет вообще огонь. 9 Ампер. Нормально высадился, нормально. Так это и есть вольфрамовая спираль. Да я тебе сейчас покажу. Вот она, смотри. Короче, когда-то я работал, и на работе мне подогнали пацаны. Говорят, да мотани там, у них такая туба была огромная. Я, короче, взял, ну там метров, я не знаю, ну метров, наверное, 50 ее. Ну что, первый блин комом, ну не комом. Усилок офигенно отдал мощу. На 42. Ну поделите 42 на 14. В общем, что, осталось нормально намотать спирали. По 16 Ом сразу намотать. Так, если 2, это 8. 4, это значит 4. 8 штук намотать. Нагрузки будут как раз нормально. И спирали не будут греться вообще. То есть у них не будет меняться сопротивление. Единственное, что надо их, я не знаю, пропаять может. Он отдал, Андрей, вот сейчас не поленись. Там калькулятор есть. 42 раздели на 14, пожалуйста. По-братски. Я тебя прошу. Я не могу уме поделить. 2,3 что ли получается. Прям ровно 3. Ну вот в 3 Ом он отдал 42 умножить на 14. 42 Вольта отдает. И 14 А. Вот это он отдает. На резистивную нагрузку. На реактивную нагрузку в 2 Ом аседатину динамик. 588 Ватт. При заявке 500, ребята. Но это неизвестно, что за сигнал. Гейн был в шишку. И на головном устройстве громкость была 40. Стартовал с паузой, сразу говорю. Так что вот так, ребята. Блин, водичка вообще кайфовая. И на головном устройстве. И на головном устройстве. И на головном устройстве. Продолжение следует...